Для того, чтобы хорошо обрабатывать тексты на естественном языке автоматически, для того, чтобы хорошо преподавать русский, ну и любой другой язык, как иностранный, вообще говоря, бывают полезные частотные словари. Что такое частотный словарь? Частотный словарь — это не что иное, как список слов, которые получат на материале какого-то набора текстов. Такие наборы текстов лингвисты обычно называют «корпусами». Лингвистический корпус — это некоторое собранное текстов для лингвистических целей, как-то предварительно обработано, и нас нужно снова делать гидовую. Мы берем некоторый набор текстов и считаем по нему частотность слов. Просто считаем, сколько раз кое-что слово встретилось и получаем какой-то результат. Давайте такой пример известного текста, который вы все наверняка знаете. Вот есть стихотворение Пушкина. «Я вас любил, любовью, хоть может, душе моей угасло не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ровкостью, то ревность, витамин». «Я вас любил так искренне, так нервно, когда я вам мог любимой быть другим». Ну вот если я захочу составить частот из слова этого текста, то он будет выглядеть примерно таким образом. Дальше. В общей сложности. В общей сложности в этом тексте рассчитывается 50 слов в самом тексте. 36 слов в числое, то есть вот эти слова занимают места с 28 по 36. С 28 по 36 место слова с числое 1. Ну, текст маленький. Да, ну, в общем, никаких сложностей быть казалось бы не может, но некоторые сложности, тем не менее, есть. Например, вот чем вот этот вот список отличается от того, что вы привыкли обычно видеть в словарях русского языка? Порядок. Порядок, да? Во-первых, порядок, да, цифровых частот. Здесь еще. Видом. Видом каким образом? Обычно в словаре «вы, а не вас». Обычно в словаре написано «вы, а не вас». Да, обычно в словаре написано «любить», а не «любить». Да, обычно в словаре написано, ну, в этом словаре будет ниже написано «робостью», «ревность». Да, обычно написано «робость», «ревность». Это, вообще говоря, некий первый вопрос лингвистический. Да, лингвистический вопрос состоит в том, что мы считаем. Да, там хорошо бы для начала договориться, что мы понимаем под словом, например, когда мы составляем чистотный словарь, как это работает. Да, то есть, строго говоря, вот сейчас я под словом понимаю последовательность русских букв. Причем, где-то чем в лингвистах заметите. Да, вот у меня «я вас любил», которое в начале слова, да, и там вообще есть… Там, кажется, все явные… Все явные слова, да. То, например, одно в начале строки. То есть все явные строки, да. То одно в начале строки, а то другое в середине. То есть, там одно с большой, а другое с маленькой. Ну, вот это я проигнаю. Это, опять-таки, некоторое условное решение, которое можно было бы принимать, можно было бы не принимать. Но вот, и окей. Зато я не привел к словам в начальном форуме. В принципе, то же самое вычисление можно было бы производить в начальном форуме. Это такой этап предварительной обработки текста, который делают компьютерные лингвисты. Да, который называется левматизацией, приведение к начальной форме или к лейме. Слово «левма» вас может немножко смутить, да, но так почему-то принято называть начальный форум. Тогда мы просто берем со мной «я вас любим», мы тогда возьмем и преобразуем все в начальный форум. Ну, это уже немножко сложная операция. Операцию разделения на слова с выделением просто последовательности русских букв, да, вы можете сделать на любом приятном вам языке программирования за пару минут. Операцию приведения русских слов в начальной форме вы за пару минут просто уже так не сделаете, да, вам нужно подключать какие-то специально разработанные модули морфологического анализа, что-то такое вот. Это все уже довольно сложно, чревато ошибками, да, потому что вы понимаете, что есть слова, которые могут быть разобраны по-разному, да, например, бывает слово «три», которое может быть разобрана как форма числительного «три» или форма числительного «три». Да, все это, конечно, проблема, все это бывает, но мы сегодня будем в основном с вами говорить про проблемы, связанные со счетом, а не проблемы, связанные с лингвистикой. Да, мы сейчас отвлекаемся от вопросов того, как нам слово «три» преобразовать в нужную форму, в нужную начальную форму, в нужную контекст. Но, вот, проблема, связанная со счетом. Знаете, если вы договорились, что мы называем словами, то дальше у нас возникнет несколько интересных и материальных вещей. Ну, казалось бы, вам может показаться довольно странным, что вы пришли слушать лекцию по математике, лекцию на малый мигпад, я вам рассказываю, как считать слова в тексте, да, ну, понятно, что считать, да, считал сколько раз сейчас слово «я», и пожалуйста. Но здесь есть много проблем, которые связаны вот с чем. Смотрите, когда мы получаем частотный словарь. Частотный словарь мы получаем обычно, ну, для кого-то, например, языка. Да, вот здесь я составил частотный словарь, конечно, не языка, одного маленького стихотворения. Но это, может быть, не так интересно. Проблема, возникает ситуация, когда мы составляем частотный словарь большую для языка, потому как мы можем его составить. У нас ведь нет никакого разумного способа получить все тексты на языке. Да, не существует никакой возможности каждый текст, который на русском, например, языке, мы когда-либо порождем, включить в наш подсчет и на основе его составить числотный словарь. Поэтому мы всегда оперируем какими-то вынудками. Любой лингвистический корпус является вынудкой. Это довольно тривиальное осуждение. Сколько бы в лингвистических корпусах ни было слов, все равно это какое-то иногда перекошенное, может быть, по сравнению с тем, что мы привыкли понимать как современному русскому языку иногда похоже на него, но все-таки некоторое множество текстов, которые отобраны из намного больше генеральной совокупности. Но самые большие и существующие на данный момент лингвистических корпусов, доступных для русского языка, содержат порядка 15 миллиардов словарь, тексты где-то 15 миллиардов слов, большие и огромные наборы, в основном научные путем скачивания из интернета, но все равно 15 миллиардов слов не полностью покрывают весь русский язык. И очевидно, что частотность по счетам этих 15 миллиардов слов не может быть хорошим, не может быть идеальным свидетелем того, как устроена частотность в русском языке вообще, то есть как устроена, грубо говоря, вероятность отдельных слов, нам надо отсидеть по реальным текстам, которых мы имеем ограниченное количество. Вот простой пример. Представьте себе, что я сейчас захочу опубликовать частотный словарь русского языка, сделанный вот из этого вот текста. А вот этот текст Мушкина, 50 слов. И я его опубликую, да, изданных пишут. Ну, ясно, это довольно-таки смысл словарь. Да, ясно, что русский язык отражает довольно плохо. Да, ну, 50 слов я прочитал, вот, на 36 слов попало в словарь. И это, вообще говоря, проблема, которая возникает в реальности просто в гораздо большем масштабе. Да, что если у нас есть лингвистические корпуса, то они никогда идеально не представляют. Вот эту проблему, собственно говоря, будем решать. Поэтому с этой проблемой довольно сложно приходится вместе.